Германия. Предпоследняя гонка в сезоне Drift Masters, финал в Ирландии. Но с Ирландией у нас до сих пор проблемы, потому что консульства в нашей стране нет. Оно есть или в России, или в Польше. В общем, есть проблемы с получением визы. Поэтому я на данный момент отношусь к гонке в Германии, как в последней гонке в этом сезоне Drift Masters. Я имею в виду свое участие. Продолжение следует... 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 Пилот, который приезжает на это мероприятие, сдвоенное, не имеет права участвовать сразу в двух зачетах. Только в одном. Или ты едешь Iron Drift King, а пилотам Drift Masters, особенно слабым, это разрешали делать, чтобы побороться за десятку евро в призовом фонде. Или ты едешь исключительно Drift Masters. Топовые немецкие дрифтеры выбрали Drift Masters, конечно же, потому что это статуснее, и там едут все чемпионы и профессионалы. А некоторые дрифтеры, которые посреди сезона ДМЭК откололись, они принимали участие там в Iron Drift King. И, кстати, выиграл, насколько я помню, тот, кому я проиграл во Франции, Юха и Пайталакса, он забрал 10 тысяч евро на Iron Drift King. Поскольку мероприятий, грубо говоря, два, тайминг растянулся на четыре дня. К сожалению, в нашем, так сказать, списке, который нам присылает Drift Masters на почту за две недели, туда входит и тайминг, и там обязательные деколи, они повторяют правила и так дальше. Было понятно, что ивент займет два, грубо говоря, дня. Тренировка, квалификация и гонка. Но где-то за несколько дней уже до даты проведения я понимаю, что тайминг меняется, и тренировка есть и в среду днем, и в четверг ночью, и так далее, и тому подобное. Меня это, конечно же, расстраивает, потому что многие европейские пилоты уже приехали на место, а мы пока еще летим на самолете, а Краптер еще пока даже не довез медузу. Мы все-таки успели к обеду четверга и поселиться, и приехать на место, и всего лишь успели на одну тренировку, которая с 10 до 11 вечера, то есть это ночь, грубо говоря, еще и пошел дождь. В этот раз я не отморозился от дождя, не отморозился от ночного, так сказать, движения, я все-таки сел за руль медузы и попробовал. Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, тренировка такая резкая, дерзкая, прямо вот с порога в море произошла, и не зря. Учитывая, что скользко и пошел дождик, я не понимаю пока, что делать на постановке за два проезда, если честно, потому что я успевал натыкивать на разгоне, на очень коротком разгоне до третьей передачи, и на третьей в отсечке мне не хватало долететь туда, куда нужно. И учитывая, что я первый раз выехал, это моя первая практика, я попросил Марчина устроить мне два чейзрана, то есть я два раза ехал вторым, отпускал своего соперника и таким образом прощупывал драссу. Первый раз я ее прощупал, но так и не понял постановку. Второй раз я отпустил его чуть меньше, быстрее разогнался, все равно не долетел туда, куда мне нужно, если честно. То есть висеть на ручнике там долго оказалось неэффективно, оно и никогда неэффективно, но в этот раз полный пи***ц. Но, учитывая ошибку Калина, я его догнал и попробовал расстояние, то есть первый раз я так близко вообще на Медузе, вообще к кому-то подъезжал, если честно. Охуел так, что просто, то есть мне было страшного себе каждую перекладку, клянусь тебе, каждую. Я когда перекладывался, думал, что я все сейчас разбиваюсь от него, вот отвечаю, просто разбиваюсь. А я как раз думаю, не вспомнил, что там надо нажимать, раз, цепь, ухуел, вау, 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 и поехал, поехал, поехал. Поэтому, мне кажется, если будет сухо, я за, ну, две тренировочки отработаю постановку, чтобы улетать туда вот на внешку прям сильно и дальше им пи***ц отвечать. Территория на самом деле огромная. Были асфальтированные участки, очень много всяких точек общественного питания, еда, бухло, пиво, всякие эти немецкие колбаски, шиномонтажи, крупные дрифтеры, которые приезжают на фуре с большой командой, расположились на асфальте. Всех остальных почему-то засунули хер знает куда ко всей этой массе. И мы оказались в этом гетто, скажем так. А почему я называю это гетто? Потому что участников, ну, почти 80 вроде бы пилотов там было в общей сложности. Но потом это гетто превратилось в полезное, так сказать, место, потому что все оказались очень сильно рядом друг к другу и помогали друг другу. Отдыхали вечером, тусовались и так дальше. Если сначала казалось, что инфраструктурные решения непонятные, типа как выезжать на трассу, как возвращаться, где покушать, где туалет, где шиномонтаж, то потом благодаря указателям и четкой работе маршалов, дрифтмастерс, те, которые работали в сервис-парке, все сразу стало на свои места за секунду. Тренировочный день. Мы приехали утром, все, так сказать, понятно в этот раз. Нет никаких непредвиденных тренировок, которых нет в тайминге. Ну и по старой схеме резина, давление, подготовка машины. Все проходило на высшем уровне. Еле пол постелили, там такая щебеночка. Ну, ничего страшного. Мне казалось, что я полностью готов, особенно после Латвии. Я считаю, что Латвия для меня это, так сказать, точка невозврата. Там я первый раз ударил медузу, первый раз вылетел за трек. Там много чего произошло. Там я много катался. Много чего произошло, что позволило мне наконец-то снять с себя груз вот этой ответственности, типа за технику на подсознательном уровне. Типа я там переживал, ее не бил. Короче, чуваки. Тренировка в Германии. Каждый заезд я лупил стену. Каждый, мать его. И мы спускались с давления 2,2 и дошли до давления 1,3. Я ехал сначала третья, вторая передача, потом я ехал все на третьей передаче. Постановки становились все резче, хотя эта постановка там конченая. Да потому что сама трасса очень специфическая. Ее первая часть не до конца понятная, не дрифтовая. Я бы сказал, что нет четкого разгона, нет четкой вот точки, где нужно инициировать свой дрифт. Нет вот четкой постановки и прям поворота. Это какая-то смазанная постановка, но которая для всех одинаковая. И нужно было к этому придрачиваться. И самое главное, что ты прилетаешь к бетону по диагонали. То есть нужно было высчитать набор скорости таким образом, чтобы сбрасывать его под бетоном, Прилетая в следующий бетон, где все ожидали киз-зыволк, каждый из судей мне лично сказал Максим, если ты там не цепляешь, идешь домой. Если ты цепляешь сильно, идешь домой. Если цепляешь идеально, как мать его Джейс Дин, который забрал 100 баллов в квалификации, ты заберешь 100 баллов в квалификации. В общем, вся моя тренировка была нацелена на четкое прохождение трассы везде под бетоном. И в этот раз я Медузу не жалел. Сегодня всего лишь один час тренировок. Я думаю, что сразу парных, сразу по сухому асфальту, по которому еще никто не ездил, или что? Или был, да? Не, ну это Iron Drift King катается. Суть не в том. Чуть-чуть сухого асфальта нам не повредит. Грубо говоря, учитывая вчерашний дождь и ночь, то это моя первая тренировка. И походу единственная перед квалификацией. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это было, конечно, опять же, Бакси. Это, можно сказать, такой средняя вечеринка. Это был очень сложный пилот, за которым просто сложно ехать. То есть он дымный, угловой, очень медленные дымные перекладки из большого угла в большой угол. И это Бартуш Столярский на такой фиолетово-зеленой сливе. Следующий уровень это был Ахмат Дахам, который очень быстрый, очень много дымит, но не всегда попадает по заданию. И это был, я считаю, топ-5 Drift Masters. Это Грегош Хипки на E30 BMW. Я ожидал от него более высокого темпа. И когда я ехал вторым за ним, я после перекладки очень сильно хотел к нему приблизиться. Перекладка была максимально быстрая. И я ударил его на тренировке. Ну, плашмя, так сказать, приклеился ему колесо заднее, колесо переднее и зеркало. Таким образом, погнув ему некоторые элементы подвески. Конечно же, я извинился, все окей. Но факт остается фактом. То есть даже быстрые пилоты на этой трассе, поскольку она такая сбалансированная по скоростному режиму и количеству поворотов. И их, так сказать, радиусу, если можно так сказать. Так сказать, так сказать, блядь. 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 В общем, мои тренировки для меня увенчались успехом. Мне казалось, что я максимально вкатан в трассу, мне нравится давление, мне нравится мой темп, мне очень нравится моя резкая постановка. Единственное, что я не всегда близко подъезжал к левому круговому бетону, но ничего страшного, я понимал, что я это могу исправить, если этого будет требовать результат. То есть, если я еду к квалификации, я по-любому там буду близко, ничего страшного. И парные заезды тоже не пришли даром, я понимал разный ритм, учитывая, что я с разными пилотами по классу проехался, и меня это вполне устраивало. Автограф-сессия. Камон, какая автограф-сессия? Именно поэтому у нас не было ни плакатиков, ни маркеров, ничего. Но когда я подошел туда, я вижу, все сидят, как будто была огромная очередь, и люди, не зная даже кто это, собирали бумажки. Знаете, как на разные выставки приходишь, собираешь бумажки с таким большим пакетиком, потом выходишь и перебираешь, нужно мне это или не нужно. Я, короче, устроился на самокатик, подкатил туда, взял с собой 12 ленточек, не беси меня, вроде бы Хуизмиллера взял ленточки, и Медуза даже парочку было. Короче, и ворвался дерзко, максимально. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, что еще судьи могли сказать на брифинге? Да ничего, что им важно? Будьте быстрыми, будьте на грани, а это уже просто фундаментальные законы судейства Driftmaster. То есть, если ты не едешь на бешеном держаке, если ты не на грани, если ты не рискуешь, если они не видят, что тебе тяжело управлять автомобилем, домой. Вот в чем прикол. Я понимал, что мне нельзя сдаваться, нельзя опять ехать так, чтобы мне было удобно, мне нужно бороться с тем, что мне неудобно. И поэтому я слушал внимательно все, что они говорили. А говорили они следующее. Ребята, шиканы на старте не будет. Будет маленькая респект зона, которую, конечно же, невозможно соблюдать, потому что, когда ты в азарте и стартуешь, ну, ты не можешь 3 метра ехать без дросселя. Это невозможно. Не будет конкретной зоны постановки. То есть, ставься, где тебе удобно. А это значит, что нужно подстраиваться, а каждый пилот заезжал в первый поворот абсолютно по-разному. Не будет конкретного угла на постановке. То есть, можно было смазывать, резать из маленького в большой и так далее, что удобно. Это достаточно сложно. Очень сложно. Но все остальное, как всегда, очень близко. Тяните стены, резкие перекладки, куча дыма, бла-бла-бла-бла-бла. И самое главное, идеальная линия. За это они щемят больше всего. Короче, скорость линии, а остальное подстраивайтесь. Вы же, мать, твой чемпион. Продолжение следует... Ну что, со мной Макс Миллер, и, судя по всему, Макс, ты здорово повеселился на треке. Затирал стены, отрывался по полной. Как тебе трек? Он невероятный. Первый раз здесь, и для меня лозунгом этого трека стало «Есть яйца, есть стены». С этими мыслями я приехал и подумал «Есть стены?» Так это точно для меня. Тогда я впервые примерил свой М4 к стене, и мне понравилось. Я бы мог приложить ее еще пару раз, но понял, что у меня всего три тренировочных проезда. Это же Дрифмастерс. Это точно. Ну что, судя по всему, тебе нравится трек, а мы желаем тебе удачи завтра на квалификации. Хочешь сказать что-нибудь украинским фанатам? Да, хочу. Чуваки, я знаю, что вы за меня болеете. Трек, конечно, стрёмный, со стенами, со всеми делами, но я уже тру медузу, и мне как бы по барабану. Поэтому я постараюсь сделать максимум для того, чтобы вы продолжали в меня верить. Всем спасибо. Увидимся на треке. А что это значит на английском? Я сказал, ребят, вы верите в меня? Я постараюсь быть агрессивным, более стратегичным к треку, и мне уже не жаль машину. Что-то вроде этого. Макс, желаем тебе всего самого лучшего, удачи на квалификации. Спасибо. Ну, пришло время. Пришло время, квалификации. Всем привет, и добро пожаловать на европейский чемпионат Трифтмастерс. Мы в Германии на уникальной локации пятого этапа, Ферополис. Итак, 45 пилотов, представляющих 23 страны, готовы к квалификации этим утром. Опять этот мандраж, я опять нервничаю. Ну, когда я сел, вроде бы так первую намыкнул, чувствую, расслабило. Вот чувствую, расслабило. Сейчас думаю, нажму, и все будет хорошо. Разгоняюсь, короче, чуть-чуть неправильно заезжаю в первый поворот, не с правильным углом, не хватило мне немножко темпа. Пересал я слегонца и не доехал до вот этого первого важного бетона, который находится прямо под трибуны. Не доехал и получил достаточно низкий балл, я бы сказал, не проходной. Я, конечно же, расстроился опять, а если я расстроился, это значит, что пока пройдет вся очередь, чтобы пришла опять моя очередь, простите, за тавтологию. Я буду все это время нервничать, дерзко смотреть свой телефон, как все едут, как повышается проходной балл, статус каждого пилота и так дальше. Я максимально переживал, но все равно не переставал, так сказать, в себя верить. Прошла очередь, вторая квалификация, мой второй заезд, я собран, отвечаю. Короче, залетаю туда на всех парах, постановка очень резкая, как мне показалось, спускаю в маленький угол, но даже я, так сказать, передернулся. Уверен, что вы тоже, глядя на это. И я подлетаю в стену и не рассчитываю, как всегда. И происходит то же самое, что произошло в Латвии. Не так глубоко, конечно, выглядел этот поцелуй. Он был касательный, но он все же поправил мою траекторию и я не попал в третью зону. BMW M4 и бешеный украинец за рулем. Ему нужна высочайшая точность, чтобы набрать достаточно очков и оказать... Вау, посмотрите на Макс Миллера, бум! Макс прилетает в стену, он нас предупреждал, что больше не будет жалеть машину в этом уикенде и, как видите, не соврал. Он совершает пока что самый агрессивный вход, который мы видели сегодня. И просто мчит на всех парах в максимальном угле, максимальной агрессии. Это Макс Миллер и пересекает финиш. Фух, это не тот Макс, к которому мы привыкли. Если бы этот Kiss the Wall произошел, пускай даже таким образом, как произошел, но я собрал третью зону, потому что остальные я собрал 300%, я бы получил минимум на 12 баллов больше. К сожалению, мне кажется, это уже какая-то традиция, что я сначала не дорабатываю в первой квалификации, а во второй перерабатываю. И вот этот зазор мой по баллам в эти в среднем 15 баллов гуляет постоянно. И Дэвид Калыш мне постоянно об этом говорит. Типа, чувак, ты можешь вот не ехать сначала хреново, а потом слишком круто? Едь как-то посередине два раза, попробуй. Но, вы знаете, ему легко говорить. Я же там сижу, я нервничаю. Я из Украины приехал в этот ад чемпионов. Я, не он. Итак, Джеймс, это была твоя первая квалификационная попытка, и я знаю, что ты столкнулся с какой-то неполадкой в рулевом управлении. Стало лучше? Ну, не до конца. У меня по-прежнему какая-то вибрация в руле постоянно, когда я в полном газу. Но, видимо, придется привыкнуть, ведь я точно знаю, что хуже не становится, но и лучше не будет. Это была моя первая зачетная попытка. Все было хорошо, мне она понравилась. Не знаю, сколько баллов, но я доволен. Теперь жду вторую. Хорошо, Джеймс, удачи на второй попытке. Спасибо. Братан, а у тебя была какая-то тактика? Ты ее придерживался? Ты знаешь, Вайдос, ну, конечно же, у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. И самая главная моя тактика уже по традиции, начиная из Риги, это попасть на Джеймса, мать его, Дина. Что я и сделал успешно. Я специально думаю, бахнусь в стену, стану 32-м. И все-таки проеду с чемпионом Формулы Дрифт, Дрифтмастерс и вообще всех гонок в мире. Ну, кроме Японии и России. Так и произошло. Он первый в квале, 100 баллов, я 32-й. Будем смотреть, да, что из этого получится. Ну, а вообще, спецы, кто такой Джеймс Дин? Джеймс Дин – это ребенок из ирландского села, родители которого имели отношение к автоспорту плотно, и вся семья – это просто у него в крови. И с самого детства ему очень нравился дрифт, и он ездил на каком-то там Форд Сиерра, потом у него появилась какая-то Мазда, он всю жизнь как-то строил, боролся. Когда-то давно, насколько я помню, в 2007 году он даже приезжал на Формулы Дрифт в Америку и не прошел квалификацию. То есть он настолько долго к этому шел, что это заслуживает колоссального уважения. Я думаю, оно присутствует у каждого из нас и из вас, кто смотрит этот видос и вообще следит за дрифтами в теме. Он молодец, он добился максимальных высот, и это тот человек, к которому, например, я стремлюсь. Я, конечно, не могу до конца точно сказать, какой он человек, хотя мы много раз пили, но как бы в сауну вместе не ходили, да? То есть он не раскрылся на максимум. Единственное, я знаю, что это 2 метра смеха, стеснения и доброты. Но эти 2 метра, вы знаете, доброты вообще никак не связаны с его профессионализмом. Валит он просто п***. И я в этот раз не хотел упасть лицом в грязь. Я не хотел, чтобы он сломался. Я хотел проехать заезд за Джеймсом Дином ответственно. Но это не самое главное. Самое главное – это дать ему проехать за мной так, чтобы он не ощущал, что впереди вообще кто-то есть. Чтобы ему было настолько легко. И это увидел и он, и судьи. Потому что, грубо говоря, это мой первый парный заезд в зачете за весь сезон. То есть этот заезд для меня должен был быть самый жирный, который дал бы всем участвующим в этих мероприятиях понять, что я все-таки дриптер, а не просто валяюсь тут на четверке и вы***вуюсь, понимаете? Помните, я в фильме «Рижский бальзам» рассказывал о том, что я очень нервничал со всеми пилотами, которые стояли со мной на старте, и абсолютно не нервничал с Джеймсом Дином. Я не понимаю, с чем это связано. Может быть, опять же, с тем, что если я выиграл, это просто вообще жесть, как круто. А если я проиграл, то ничего страшного, потому что он чемпион. Может быть, с этим, непонятно. Но в этот раз точно так же я сидел на старте и улыбался, и просто улыбался. Потому что я понимал, что вот сейчас мое время, и, возможно, это последний этап в этом году, на котором я смогу наконец-то показать, что я могу ехать боком. В парном дрифте. Субтитры сделал DimaTorzok И поскольку я 32-й в квалификации, а он первый, конечно же, я стартую вторым. И помните про вот эту вот респект-зону? Я знал, что ее никто не соблюдает. И вам я рассказывал о том, что никто ее не соблюдает. Но почему-то я приспустил на старте слегка и отстал от него на разгоне. Не колоссально, не очень далеко. Но отстал. И потом потратил некоторое время, аж до второй клиппинг-зоны, исправляя эту ошибку отставания. Ну а потом, когда я к нему приблизился, ой, вы не видели мою морду? Вы не видели мое лицо, как я ехал? И просто улыбался, что я не отстаю от него. Конечно же, я понимал, что он быстрее. Но в один момент я был очень близко к Джеймсу Дину. И у меня прям мурашки по всему телу, прям в заезде, понимаете, произошли. И я не думал, что он будет настолько от меня убегать. Хотя, блин, это его задача. Он же едет первым. Но я каждый раз страховался. Знаете, вот есть такая у нас привычка украинская, мне кажется, страховаться. Вот на перекладке раз-раз я как будто давал ему место. Бл***ь, нельзя давать место Джеймсу Дину. Нельзя. Его надо постоянно щемить. Мало того, ему нужно доверять. То есть за ним можно ехать максимально открыто. Даже когда он использует левую ногу, когда он там тупит с перекладками, когда тебе кажется, что он тупит. Нифига, он сейчас уедет. И вот эти микро ошибки я допустил на протяжении всего заезда вторым. Но ничего страшного. Мне кажется, что этот заезд очень неплох. А как потом показала трансляция, а я посмотрел ее до конца, до победы Джеймса Дина в этом этапе, я понял, что мой заезд прям вообще неплох. По сравнению со всеми остальными, кто преследовал своих лидеров за этот уикенд. Поэтому, если честно, я горжусь собой за заезд вторым. Отвечаю. Меняемся мы местами. Я довольный с тем, что я справился относительно. Для меня справился. Я думаю, что для вас тоже это выглядело реально зашибись. И я понимаю, что теперь самая главная задача не наплужить лидером. Не наплужи, Максим, я говорил себе, сидя за рулем. Не наплужи. Проедь космически. Идеально. Собери все стены. Блядь, я собрал. Я разогнался на всю заебу. Я ударил раз, два, три. Три раза стену. Я сделал тот же киззывол, как в квалификации. Только почему-то в этот раз я доехал до третьей зоны. Может быть вопрос в агрессии. И в том, что я хотел показать ему, как я крут лидером. Да, как я могу. Миллер едет первым. Простреливает все передачи. Ставится с мощного клочкика. Дин сразу там же на постановке. Регулирует агрессию в первом повороте. Миллер направляется в стену. Разносит заднюю часть машины в хлам. Вообще не сдерживаясь. Хлесткая перекладка. Дин отпускает. И вот теперь набирает близость к машине Миллера. Дин перекладывается буквально по краю трассы. А бампер Макса уходит под машину Джеймса. Феерическое начало ТОП-32. А Дин тем временем проталкивает Миллера через финишную прямую. И если остальная часть соревнований пройдет хоть немного в таком ключе, нас с вами ожидает длинный и увлекательный вечер. Я резко перекладывался. Я собирал даже внешнюю левую полукруглую стену из бетона. И на выходе была... Подождите сейчас секунду. Раз, два, третья зона, четвертая, пятая, шестая у бетона и седьмая финишная у бетона. И ту, и ту я собрал. На видео даже видно, как дым прекращает идти на доли секунды, когда меня преследует Джеймс Дин. И когда я финишировал, я понял, что у меня сзади рычагов нет вообще. Я вот так вот как-то боком доехал до точки, где должны были объявить результат. Но я кричал и был просто в кайфе, потому что я просто сделал то, что сам себе пообещал. И все, что сказал мне Джеймс после этого заезда, до сих пор останется точно у меня в памяти. Наверное, навсегда, потому что это мой первый был с ним заезд. Он сказал мне, типа, Макс, за тобой было ехать просто максимально кайфово. Спасибо тебе за заезд. Это было чисто. Это было два чистых проезда. Вот так и останется в моей памяти первый и последний раз, когда Джеймс Дин у меня выиграл. Макс, ну что, ты кайфанул? Бл***ь, это было лучшее, что со мной случалось вообще, отвечаю. Да, мы тебя поздравляем. Расава, на, малыш, ну слушай. Ты помнишь минимум, который надо было сделать на Дрикмастерс? Да, ты не лог, ты не лог, все нормально. Я хотел первым проехать максимально, получилось? Ты проехал, получилось. Получилось, не хорошо. Там три раза было у меня. Как думаешь, получилось? А, братан, получилось максимально. Три раза за один заезд, такое было у кого-то, братан? Три раза за два. Три раза за два. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...